Далее, теперь вот я читал ваши отзывы о моем видео, вы там друг с другом что-то спорите или советуете, выкладываете свое мнение. И в частности такое, вот есть люди, которые ведут канал, люди, ну, как вы там пишите, грамотные, но тем не менее, люди вроде бы грамотные, доктора, профессора или кто там такой по этому, все говорят правильно, а сами сидят на таблетках. То есть что-то у них не ладится, и рассказывая о здоровом образе жизни, они вынуждены принимать те или иные лекарства для того, чтобы скорректировать свое состояние. Вы видите меня вот сейчас, я, что там у меня есть видео, я выкладываю. Я сейчас вот такой, я был разным, я занимался тяжелой атлетикой, значит я был больше, сильнее, гораздо. Я занимался регулярно, значит, систематически голоданием, небольшие там сроки у меня были, ну, чтобы дойти до 40 суток, там надо такую, знаете, горочку выдержать, чтобы ты набрал сознание, как твое тело, как твой организм откликается на это, на вход в голодание, на проведение, на выход и так далее, и так далее. И сам организм натренировался, он оказывается тренируется к голоду, знаете, а не просто так. Вот, то есть по голоду, я был встроен, да, это вот когда я занимался более, у меня такой рацион был, более такой сыроедческий, вот, мои там достижения, результаты, тоже можете посмотреть. Значит, полюбил холод, это не сразу холод вы полюбите, тело боится, как-то к нему тоже, знаете, надо умственно настроиться. Вот, знаете, вот, все у нас происходит в уме, умственно вы настроились, и тогда, ага, вы не боитесь этого, а наоборот получаете вот то, что надо. Как только вы что-то там боитесь, там, питание, голодание, окунание в прорубь, то у вас соответствующие результаты, у вас, они будут отрицательны. То есть я и это могу. Значит, так если я поднимал 200 килограмм, я, значит, поднимал. Если я окунался в прорубь, значит, я окунался. Если я обливался, я обливался. Если я, в конце концов, я никогда не занимался гибкостью, чтобы специально заниматься гибкостью, тем более после того, как ты, ну, вот такой вот, но, тем не менее, оно как-то само пошло. Да, я делал осаны. Не хочу сказать, что вот я серьезно занимался. Нет, осаны я там делал, вот, 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 как это вот. И потихонечку так вот получилось. Хорошо. Это я могу и рассказать, как и, грубо говоря, научить. Далее, значит, что? Ну, как писать книги. Как писать книги тоже можно научить, но на сколько они у вас выйдут. Тут, когда я вот начал первые разы медитировать, еще до книг, до всего, я просто для себя, я вот так вот закрыл глаза, сел, расслабился. Естественно, так я не мог сидеть, я сидел в полу, вот, если, да, мне было неудобно, но, тем не менее, я закрыл глаза, расслабился, и чудо! Через какое-то время я увидел книгу с закрытыми глазами. Она была там, какая-то старославянская, потом на другом языке, потом еще, потом она была цветная, потом она черно-белая еще, то есть несколько книг вот так вот прошли и кончилось. Ну, хотите, верьте, хотите, не верьте, а это дар писать книги. То есть работа со словом. Работа со словом. Я сейчас понимаю, что, чтобы, вот, слова-паразиты, те слова, вы даже понимаете, это дальнейшее развитие, вот, на котором я сейчас, вот, как бы сказать, чем я занимаюсь, что я делаю, это работа с мыслью и словом. То есть, чтобы ты не тормозил себя, не отдергивал себя от каких-то целей, которые ты себе назначаешь, а ты, допустим, неверием, сомнением, своими словами, неправильными. Вот есть правильное слово, она сразу правильная, а вот неправильная, вот эта частица «не», она на многое влияет. Вот надо подобрать такие слова, чтобы вот этих вот отрицательного ничего не было. Это довольно-таки сложно, но это же все же можно сделать. Образно-волевые настрои, дело очень хорошее, но при этом, знаете, вот настроение, чтобы ваши мысли, мысль, когда вы умудряетесь держать в течение, ну, или какой-то поток хороших мыслей, которые вы можете держать в течение, допустим, всего дня, это довольно-таки сложно, да, вот это уже будет настроение. Вот это настроение, настроение, оно вас настраивает. Оно вас настраивает на здоровье, если вы хотите быть здоровым, надо настроиться на нем. Оно вас настраивает на победу, оно вас настраивает на творчество, оно вас настраивает на достижение какое-то, оно вас настраивает, в конце концов, на любовь, если вы хотите, Она вас настраивает на связь с космосом. Я так живу и процветаю. И буду жить и процветать, любовь и счастье воплощать. Заполню этим всем миры. Где буду я? Где будешь ты? Ведь я и ты. Две меры этой красоты. Представляете? А? Сразу энергетика изменилась. То есть вот в этом плане я понял больше толку. Конечно, не надо забывать и о теле. Тело, организм требует своего. А именно движения, а именно питания, а именно, допустим, распорядка дня. Хотя бы вот этого. И тогда, ну и естественно не вредить какими-то там вкусовыми и прочими привычками. И тогда будет нормально. То есть настроиться. Вот само, понимаете, настроение и настрой. Вот сейчас я вам, видите, сколько рассказал об этом. А у нас настроение и все. Мы так, знаете, слово так, знаете, как бы сказать, корягнуло нас и отошло. Оно отрикошетило. Ничего не вошло туда, в наше сознание ничего не сделало. А вот именно, когда вот эти вот слова, мысли вы так будете производить, выпускать, целенаправленно, осознанно, что они начнут делать дела. Они начнут делать дела в пространстве и притягивают к вам благо. Вот как я сейчас с сайтом работаю, с каналом работаю. Будет меняться у вас внутри все совсем по-другому. И самое интересное, самое интересное, что еще? Я немножечко вам рассказал об одном сне. Вот когда у вас будет намерение, что вы вот это вот сделаете, вам и сон будет, который будет говорить о том, что дело пошло. Ваше намерение, которое вот, знаете, вот вы уже намерились, оно пробивает, как бы сказать, вот дорогу. И все, вы уже туда пошли. Вот что значит правильное намерение. Это только начало пути, дальше вы по нему идете. И более того, все вредное, все плохое, ну, как правило, это вот змеи какие-то, да? Хотя змея может быть и дорога. Но вот когда я вот как-то вот подумал вот так вот решительно сделать, мне сон. Вот я вижу, змеи просто-напросто ползут, ползут, ползут каким-то, знаете, вот этот, какая-то у них миграция там идет, потом еще там, еще. Вот думаю, о, бегут змеи там, допустим, от меня или еще, я вижу. Это возможно и к дороге, это возможно и к тому, что вот мы еще, как бы сказать, выразиться, а сознание человека, это все равно, что толпа людей. И в этой толпе людей, допустим, 100 людей, да? Это ваши там какие-то желания, явные, затаенные, намерения и так далее, и так далее, и так далее. Ну, это примеры беру. Вот. И среди них есть, допустим, два-три горлопана, которые орут, ааааа, я хочу играть в компьютерную игру. И все, он всю эту толпу оттолкнул с хорошими, будем говорить, мыслями-людьми, которые говорят, да надо же там правильно попитаться, да надо же до 8 пройтись или там пробежаться, надо же позаниматься, надо же еще что-то сделать, надо там снег убрать, надо еще что-то, надо такое, аааа, нет, я буду играть, аааа, там, и пошел, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И все, эта толпа стоит полезных, можно сказать, людей, которые ждут, чтобы вы к ним обратились. А вы совсем взаимодействитесь только, грубо говоря, с таким вот закадычным своим дружком, который вас свергает в пучину, понимаете? И вот очень важно, чтобы вот эту вот часть и свое сознание, вы, она, конечно, там останется, понимаете? Любому там казартным таким вещам, она остается, грубо говоря, у каждого человека. Ну просто мы ее можем так придушить или сделать, лучше не придушить, а сделать так, что она для нас неважная будет. И вот как мы только сделаем, что она неважная, она потеряет над нами сил. Это уже очень важно, вот это понимать. И у нас другой появится человек, друг нашей мысли, и вот они, как бы сказать, заполняют, они куда-то нас направят. Направят на хороший путь, направят на то, что у вас какие-то успехи будут, потихонечку что-то будет накапливаться. И в душевном, духовном плане, и в плане информации, и в материальном плане это тоже накопится. И более того, вам могут, знаете же, как сделать? Ну вот я столкнулся с такими вещами, вот одна камера работает, другая камера работает, раз, два, три, ну еще вот она четыре, еще одна там пять камер, я уже о тех компьютерах молчу, что все это, знаете, техника ждет, когда вы на нее обратите внимание. Обратите внимание, это вы, значит, от чего-то полезного, ну, для вас отвлечетесь, хотя ее-то надо изучить, и посвятите времени ей. То есть вот эта вся техника, вот это все, что тут-то-то накопилось, оно не должно над вами давлеть, и вы должны обслуживать. Ага, вот, допустим, две машины, е-мое, надо ТО одно сделать, надо другое сделать. Только сделал ТО, тут что-то другое начинается, тут он может что-нибудь сломаться, тут и сам вдалился. И только вокруг этих машин и это самое, и вращайся. Это что же неправильно? Все должно вращаться вокруг вас, а вы должны мыслями все это управлять. Наша сила, это в сознании, это наш главный рабочий инструмент. И с помощью мыслей мы можем делать потрясающие вещи. Лично я нахожусь, ну, только на таком, каком-то, знаете, на начале. А вот есть другие люди, вы сейчас можете некоторые сказать, да, ты что там сказки говоришь, хотя это давно было известно, читайте святые книги, там, допустим, индусские и прочее, когда люди с помощью мыслей, да хотя бы Библию возьмите, творили материальные вещи из пустоты, вот из ниоткуда, то есть из вакуума. Ну, это другая область, не хочу сказать, не буду, вернее, заморачивать голову. Но вот я хочу сказать, задумывайтесь о том, что вы произносите. И в прежнюю очередь понимайте, что мысли вас настраивают. Настраивают вот на то, чтобы там и работа хорошая появилась. И более того, вот я даю сам работу. До этого давал работу книжным издательствам, потом телевидению. И сам я туда не еду, едут ко мне. И это будет получаться у вас, на что вы задумаетесь. Чтобы вы понимали, что вы творцы, они винтики какие-то тут во всем вот этом вот товарно-денежном обмене. Вот что, ну, он говорит, ну, не главное, а основное, чтобы вы почувствовали себя, вот, как бы сказать, вот, свое величие. Своё величие и понимали, что вы можете очень многое. И для этого надо просто настроить по-другому свое сознание. Отбросить всю лишнюю шелуху, а всё хорошее вынуть из-под спода и вот это показать и начинать с ним работать. Ну, вот об этом я хотел поговорить. Несколько сбивчиво, но тем не менее, я думаю, что кому надо, тот понял. Подписывайтесь на канал, ставьте лавки, лавки, задавайте вопросы и сами активнее участвуйте. Доброго вам здоровья!